Нарядиться, распеться, накрасить губы за полчаса до концерта в гримёрной у стекольских сударушек творческий переполох. Спокоен, пожалуй, только единственный на два десятка женщин – мужчина. Вы, наверное, руководитель здесь? Нет. Я тут у них сударь. А ещё автор всех песен хора рассказывает, талант к стихотворству открыл уже, выйдя на пенсию. Теперь в арсенале у бодрого 81-летнего автора больше 200 произведений и преданная любовь его сударушек. Володенька, давай, нас люби, не забывай, мы тобою дорожим, никому не отдадим. А этот арсенал инструментов уже в соседней гримёрке. Здесь готовится к выходу ещё один коллектив. Ну, это уже в душе, в душе музыка звучит и зовёт уже, неосознанно уже, на всю жизнь это, как человек заразился этим делом, и всё, как вирус какой-то. Сам Владимир Николаевич заболел музыкой в 60-е, а вот старейший участник коллектива ему 83, не расстаётся с духовыми уже 70 лет. У бабушек фанаток у вас нет? Не бегают за вами? Почитательницы? А, бегали, а сейчас не бегают. Зал полон, билетов и свободных мест нет. Желающих послушать выступления даже разворачивают на входе. Духовой оркестр и хор ветеранов в своём районе – настоящие звёзды. Всю жизнь отработали на стеклозаводе. Мужчины трудились с токарями и слесарями, женщины – мастерами на производстве. А к пенсии открыли в себе таланты. Петь, играть, а главное – не унывать. Мы начали обновлять состав. Мы ждём и приглашаем к нам наш хор. Пожалуйста, мы с большим удовольствием будем принимать. Не обязательно, чтобы они в нашем округе жили. Пожалуйста, приезжайте со всего города. Мы рады будет прийти. Алевтина Дармаева, Жаргал, Церендашиев. Новости дня.